Приветствую вас, друзья мои! И вновь «Танго на кухне». Трудно представить, сколько времени женщина проводит на кухне, но как бы мы не уставали, все равно хочется баловать наших родных новыми блюдами. Сегодня я поделюсь с вами рецептами, которые я часто готовлю дома. Давайте начнем с рецепта, который в Италии обычно готовят зимой. Томатный соус со свиными ребрышками и колбаской. Такую колбаску в Италии называют сальсичча. Иногда я буду называть ее колбаска, а иногда сальсичча. Уж простите меня! Томатный соус со свиными ребрышками и колбаской – настоящая палочка-выручалочка. Во-первых, дешево и вкусно. А во-вторых, идеально подходит для приправы пасты, поленты – это что-то наподобие кукурузной каши. Прекрасно подойдет к приправе картофеля и даже как отдельное блюдо. А секрет приготовления блюда – это немного терпения и медленный огонь. Мясо ребрышек должно стать очень нежным. По времени может уйти где-то полтора часа. И лучше приготовить соус заранее. Когда он настоится, будет еще вкуснее. Для приготовления соуса нам понадобится 1 кг свиных ребрышек, 2 сальсиччи, лук, морковь, сельдерей. Морковь придаст сладость, а сельдерей – свежесть соусу. Половина стакана белого вина, 1 литр пассата де помодоро – пюре из протертых помидоров, соль по вкусу, оливковое масло, ну и, пожалуй, все. Нет, забыла! Еще добавьте щепотку любви. Тогда блюдо у вас получится вкусное. Теперь точно все. Приступим к приготовлению. Нарезаем лук, морковь и сельдерей на мелкие кубики. Нарезайте побольше. Если останется, то овощи можно заморозить, а потом использовать их при приготовлении мяса. Я всегда, когда готовлю соусы с мясом, добавляю эти овощи. Наливаем в кастрюлю растительное масло, добавляем и припускаем овощи. Затем добавляем ребрышки и готовим на сильном огне, постоянно помешивая. Ребрышки должны побелеть со всех сторон или подрумяниться. Это дело вкуса. Если ребра слишком длинные, попросите мясника распилить их пополам. Я купила в магазине и не подрасчитала. Для моей кастрюли они слишком длинные. Добавляем полстакана вина и готовим до испарения. Вино добавляем, чтобы привнести вкус и аромат, а спирт в любом случае выпаривается. Пришло время добавлять пассата де помодоро, пюре из протертых помидоров. Выливаем. Так как соус будем готовить долго, необходимо добавить воду. Я ополаскиваю бутылочку и воду выливаю в кастрюлю. Как только соус закипит, уменьшаем огонь, накрываем кастрюлю крышкой и оставляем готовить приблизительно на час. Затем солим по вкусу и добавляем сальсиччу. Я обычно одну колбаску разрезаю на крупные кусочки, а другую на мелкие. Снимаю шкурку и рву руками. Так соус получается вкуснее и насыщеннее. Еще где-то полчаса готовим и соус готов. За полтора часа мясо должно хорошо свариться и отходить от косточки. Это первый признак, что соус готов. Второй признак готовности соуса в том, что он начинает пыхать. Отвариваем пасту, добавляем к пасте необходимое количество соуса и раскладываем по тарелкам. Сверху обязательно посыпаем тертым сыром. Приятного аппетита! Ну а после пасты на второе подам на стол ребрышки, ведь паста в Италии считается первым блюдом. Согласитесь, что ничего сложного в приготовлении этого блюда нет. Готовьте и радуйте своих близких. Просто, дешево и вкусно. Колбаски покупайте по вашему вкусу. В Италии большой ассортимент колбасок. Есть рубленое мясо внутри, есть перекрученное на мясорубке, а также добавляют разные специи. Фен, хель, перчик. Единственное, какие мне не нравятся сальсичи, так это с добавлением корицы. Многие из вас любят баклажаны и ждут новые рецепты. Я поделюсь с вами рецептом приготовления пасты фузилли с баклажанами, вялеными помидорами и сыром. Фузилли – это паста в виде спирали. Название происходит от слова «фузо», в переводе с итальянского «веретино», с помощью которого пряли шерсть. Для приготовления этой пасты нам понадобится баклажан, мякоть помидоров, вяленые помидоры, сыр скаморца или любой другой сыр, который хорошо тянется, чеснок, базилик, оливковое масло, паста. Я рекомендую вам фузилли. И соль по вкусу. Сыр скаморца бывает не копченый и копченый скаморца фумигата. Отличительная особенность сыра – это форма, которая напоминает грушу. Она образуется в процессе сушки. Сыр просто-напросто подвешивают. Сыр очень нежный и эластичный, а при нагревании отлично плавится почти как моцарелла. Вкус ненавязчивый, без каких-либо посторонних привкусов. Сыр скаморца широко используется в итальянской кухне. Итальянцы добавляют этот сыр в первые и вторые блюда – салаты и брускетты. Сыр даже обжаривают в панировочных сухарях. Получается очень вкусно. Нарезаем баклажаны на кубики. Я вам уже рассказывала, чтобы баклажаны были вкусные и таяли во рту. Их надо сначала замочить в воде минимум на 30 минут, максимум на час. Баклажаны легкие, всплывают, их лучше придавить сверху тарелкой. Затем, по истечению времени, сливаем воду, солим баклажаны и даем немного постоять. И только потом готовим. На сковороду наливаем оливковое масло и сразу же добавляем очищенный зубчик чеснока. Это мы делаем для того, чтобы обогатить ароматом масла. Как только чеснок подрумянился, он нам больше не нужен. Убираем его со сковороды. Добавляем баклажаны и готовим до золотистого цвета. Затем добавляем мякоть помидоров. Готовим минут 7. В конце приготовления добавляем вяленые помидоры. Я вижу, что соус немного густоват, поэтому я добавляю немного воды. Есть помидоры сушеные, которые перед приготовлением необходимо замочить. А есть в баночках вяленые помидоры. Они или в масле, или в рассоле. Так вот эти помидоры сразу добавляют в соус. С солью будьте осторожны. Баклажаны были соленые, и поэтому я советую вам попробовать соус перед тем, как будете солить. Для тех, кто любит острые блюда, время добавлять острый перчик. Мы используем красный. Итальянцы почти одновременно начинают готовить соус и ставят на огонь воду для приготовления пасты. За исключением мясных соусов, на приготовление которых уходит много времени. Соусы с овощами и рыбой готовятся очень быстро. Пока вода закипит и готовится паста, соус уже будет готов. Пасту я всегда взвешиваю. Плюс-минус я готовлю 180-190 грамм сухой пасты на двоих. Готовим всегда на один раз. Время приготовления у разных видов пасты разное. Поэтому, чтобы не переварить пасту, время приготовления смотрите на упаковке. Отвариваем пасту в подсоленной воде. Наша паста готова. Перед тем, как отбросить ее на дуршлаг, я добавляю к баклажанам нарезанный на кубики сыр и несколько листиков базилика. И потом сверху пасту. Сыр скаморца очень быстро плавится. Хорошо перемешиваем, отключаем огонь. И наша паста с баклажанами, вялеными помидорами и сыром скаморца готова. Раскладываем по тарелкам и наслаждаемся вкусом Италии. Попробуйте приготовить, и ваши близкие оценят это блюдо. А когда будете делиться с друзьями этим рецептом, скажите, что этот рецепт от Татьяны и Тонина из Рима. И в конце десерт. В прошлом видео я показывала вам фраппы итальянских ворост, которые готовят в Италии в дни карнавала. Сегодня мы приехали в нашу любимую лавку, где каждый год во время этого праздника мы покупаем фраппы. Перед продажей их обильно посыпают сахарной пудрой. Цена итальянского хвороста 100 грамм 1 евро. Очень вкусные и хрустящие. А я на этом буду прощаться с вами, дорогие мои. Спасибо вам за комментарии, лайки и что делитесь видео с друзьями. Готовьте по нашим рецептам и пусть в каждом доме будет вкусная Италия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok